Здравствуйте! Вы смотрите программу Пульс Дня. Мы обсуждаем новости и их последствия в студии Наталья Быстрицкая и Данила Русаков. В Техасе арестовали мужчину, планировавшего устроить массовую стрельбу в магазине Walmart. При обыске в его доме были обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы и материалы, которые власти назвали атрибутами радикальной идеологии. 28-летний Колман Томас Блевинс был арестован в пятницу в городе Корвилл. Ему предъявлено обвинение в создании террористической угрозы с целью вызвать у людей страх перед серьезными телесными повреждениями. Следователи заявили, что в четверг они перехватили сообщение от Блевинса, в котором говорилось, что он готовится к массовому шутингу. На следующий день мужчину взяли под стражу. В спецоперации участвовали Департамент общественной безопасности Техаса, секретные агенты ФБР и полицейское управление Корвилла. Многие думают, этого с нами не случится, но это все-таки почти случилось, прокомментировал местный шериф и продолжил. Наши люди проделали выдающуюся работу и спасли много жизней. Полиция штата Флорида ведет расследование инцидента со стрельбой в Майами. Здесь в воскресенье два человека были убиты и более 20 получили ранения, когда банда из трех человек открыла беспорядочную стрельбу по толпе рядом с местом, где проходил концерт. Все пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Один из них находится в критическом состоянии. Вооруженные люди скрылись с места происшествия на белом внедорожнике. Полиция разыскивает злоумышленников. За данные, которые помогут найти и привлечь виновных, к ответственности предлагают 125 тысяч долларов. Руководитель отдела полиции по округу Майами-Дейт Альфред Рамирес назвал случившиеся целенаправленным и трусливым поступком. Подобные трагедии не останутся безнаказанными, заверил он. Офицер полиции Хорхе Агилар в свою очередь рассказал о главной зацепке. Белый Ниссан Пэтфайндер – это транспортное средство, сейчас является уликой в уголовном деле. У нас есть оперативная информация с описанием вероятных виновников. Мы знаем, что имеем дело со столкновением двух разных группировок. Проблема бездомных в крупных городах встает все острее. Например, по мнению жителей Лос-Анджелеса, ряды палаток отлично подошли бы в качестве антуража для фильма «Катастрофы». А журналисты NBC News в своем репортаже назвали город большим прибольшим лагерем беженцев. Палатки бездомных давно стали привычной картиной для горожан, но в последнее время их количество резко выросло. Соответственно, как и мусора, сопровождающего подобные времянки. Городские власти запустили программу временного жилья, но критики обвиняют чиновников в бюрократии и излишних расходах. Федеральный судья приказал мэру города Ангелу Феррику Горсетти обеспечить жильем всех бездомных в районе Скидроу. К середине октября городские власти в ответ подали апелляцию. Горсетти недавно признался, мол, решать проблемы бездомных – занятие не для слабонервных. «Здесь нет простых решений. Если бы я получал доллар каждый раз, когда кто-либо говорит мне, я знаю, как решить проблему бездомности, то я был бы давно миллионером». Наблюдатели убеждены, что ситуация с бомжами в Лос-Анджелесе полностью вышла из-под контроля городских властей. Сколько сейчас бездомных, точно неизвестно. До начала пандемии их было около 66 тысяч. А за время коронакризиса, когда многие потеряли и работу, и жилье, это количество выросло. К слову, возможно, скоро Горсетти переведут на другую работу. Президент Байден рассматривает его кандидатуру на должность посла в Индии. Горсетти – один из близких соратников Байдена. Он входил в его предвыборный штаб. Кроме этого, Горсетти был членом комитета, организовавшего инаугурацию Байдена. Ждается, что президент объявит о своем решении скоро. В внешнеполитической повестке Путину известно об отказе США от введения санкции против газопровода «Северный поток-2». Кремль приветствует такие намерения американской стороны, завел пресс-секретарь Путину Дмитрий Песков. Ранее президент Украины Зеленский назвал газопровод «козырной картой», которую Москва может разыграть против Киева. Канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе направляет в Вашингтон группу чиновников. Для обсуждения проекта газопровода делегация во главе с советником Меркель по внешней политике Яном Хекером встретится с советником президента Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном и торгпредом Кэтрин Тай. Везет немецкой делегации, которая состоится всего за несколько дней до первой поездки Байдена в Европу, призвана устранить напряженность, имеющуюся в экономических отношениях между США и Германией. Одной из нерешенных проблем остаются пошлины на импорт стали и алюминия из Европы, введенные бывшим президентом Трампом. Республиканцы критикуют Байдена за слишком мягкую санкционную политику. В отношении газопровода многие конгрессмены ранее выражали недовольство решением пока не вводить санкции против компании оператора. Интернет-эксперты не поверили в серьезность слов президента в адрес Путина на время выступления по случаю Дня памяти. Глава Белого дома заявил, что намерен в личной беседе с главным кремлевцем поднять тему соблюдения прав человека. Байден также предупредил, что Вашингтон не будет стоять в сторонке, если Москва нарушит эти права. Пользователи сайта канала Fox News выразили мнение, что попытка президента звучать жестко на этот раз оказалась неудачной. Далее цитата. Мировые лидеры уже хорошо знают, что Байден лает, но не кусает, написал пользователь под ником Джерри2018. Держу пари, Китай и Россия уже трясутся от страха. Это комментарий другого пользователя. Некоторые комментаторы также указали на двуличие Байдена. Цитата. Джо дал Путину трубопровод, а Китаю отменил пошлины. Они вертят Байденом, как хотят, и знают, что его слова рассчитаны сугубо для американской прессы, написал юзер RightSite101. Встреча президентов пройдет 16 июня в Женеве. Недавно у меня состоялся телефонный разговор с председателем Си Цзиньпином. Я дал ему понять, что мы в любом случае будем наступать за права человека. Я планирую встретиться с российским президентом Путиным через пару недель в Женеве. Я четко дал ему понять, что мы не останемся в стороне из-за его злоупотреблений. В Южную Корею во вторник доставили партию вакцины компании Модерна. Первая партия состоит из 55 тысяч ампул. Данным препаратом будут вакцинированы сотрудники медицинской сферы моложе 30. Между Модерна и правительством Южной Кореи заключен договор в общей сложности на 40 миллионов доз. До этого в Южной Корее для вакцинации применяли препараты Астразенека и Файзер. Ситуация с коронавирусом в стране начала постепенно улучшаться. Третий день подряд в Южной Корее выявляют около 400 новых случаев, тогда как на прошлой неделе средний показатель составлял 554 случаев в сутки. Вакцинацию как минимум первой дозой вакцины в Южной Корее прошли около 11% населения. Компания Johnson & Johnson также заключила договор с южнокорейским правительством. Как результат тесных коммуникаций между США и Южной Кореей мы достигли договоренности получить 1 миллион доз вакцин от компании Johnson & Johnson. Первоначально речь шла о цифре в 550 тысяч доз. Вакцина будет доставлена в страну самолетом ВВС. Неделю назад завершился визит Муджиину в Белый дом. Вашингтон получил от Сеула обещание инвестировать в крайне необходимые США высокотехнологичные мощности 40 миллиардов, а также гарантии того, что Южная Корея будет продолжать следовать внешнеполитическому курсу Соединенных Штатов. В обмен на это США сняли все ограничения на развитие Южной Кореи, ракетных технологий, а также договорились сотрудничать в сфере атомной энергетики, космоса, производства вакцины, решения северокорейской проблемы. В ходе совместной пресс-конференции Байден сообщил, что спецпредставителем по КНДР назначен бывший посол в Южной Корее Сон Ким, который родился в Корее и жил там несколько лет, пока не переехал Соединенные Штаты с родителями. Кима в Южной Корее знают, он хорошо говорит по-корейски, и в целом южане считают его как минимум не чужим. Далее Байден прямо и откровенно высказался по поводу ряда инцидентов с нападениями на азиатов, в ходе которых пострадали в том числе и корейцы, что вызвало широкий общественный резонанс. «Я обещаю вам, господин Мун, что мы сделаем все возможное, чтобы это не повторилось», — сказал президент перед камерами. Байден упомянул про популярность среди молодежи корейской эстрадной музыки кей-пап, а также восхитился успехами корейского кинематографа, в частности, фильмом «Паразиты», который получил 4 Оскара. Но если серьезно, среди прочих упомянутых направлений, по которым Сеул и Вашингтон договорились взаимодействовать, реагирование на глобальное изменение климата, снижение выброса углекислого газа, реформирование развития международных организаций типа ВТО и ВОЗ, Мун также пригласил Байдена лично посетить Южную Корею в удобное для президента время. Данил, ну вот тут нужно, наверное, упомянуть такую знаменитую, наверное, да, все-таки южнокорейскую хитрость, потому что южнокорейцы хотят дружить и с Вашингтоном, и Пекином, и плавно уходят от прямого ответа. Хотите ли вы, дорогие южнокорейцы, участвовать в ограничительных инициативах экономического толка? На что Южная Корея встает многоточие всегда? Да, проблема просто в том, что в том регионе, вот прямо так откровенно, открыто враждовать с Пекином готова только Тайвань, в силу понятного контекста, Япония, у которой, кстати, отношения с Южной Кореей исторически тоже плохие, тоже как-то старалась, что называется, не особо говорить что-то подобное, чтобы потом в будущем Пекин ей этого не припомнил. И это отчетливо было видно, особенно когда высшее руководство Соединенных Штатов встречалось с высшим руководством Японии. Ну, кстати, если мы сейчас говорим про повестку, которая в информационном плане крутится, то Байден и Харрис, их администрация, она избиралась на совершенно других идейных постулатах, принципиально отличных от республиканской администрации. И мы помним, что среди всего этого большого комплекса вопросов, которые собиралась демократская администрация решать, там и расовая справедливость, и борьба с глобальным потеплением и так далее, и тому подобное. И вот в этом фарватере сейчас, пожалуйста, все продолжают и двигаться. Ну, о чем в частности идет речь. Байден, наверное, приедет в Талосу. Это город, в котором произошла массовая стрельба сто лет назад. И это называют, это была массовая стрельба, в которую погибло очень много афроамериканцев. Произошла она 31 мая и 1 июня 2021 года, соответственно. И, как в Белом доме отметили, в ходе этого визита президент анонсирует новые инициативы по борьбе с неравенством, в том числе планы по расширению федеральных контрактов с малыми предприятиями, находящимися в неблагоприятном положении, инвестиции десятков миллиардов долларов в развитие бедных районов, ну, таких, например, как Гринвуд, и новые условия по борьбе с дискриминацией в жилищной сфере. Ну, и также, по словам источников администрации Байдена, президент будет говорить о наследии расизма в США и отметит стоящие перед страной проблемы, как считается, что он подчеркнет важность выполнения обещаний в части восстановления души нации. Если кто помнит, вот буквально с таким мессенджем, лозунгом Байден и направлялся в Белый дом. Ну, и, собственно, также источники в администрации сообщили о том, что тут его речи, которая будет произнесена на мероприятии, и также будет значиться такая цитата, что стоит задуматься о глубоких корнях российского террора в стране и подтвердить свою приверженность делу искоренения системного расизма. Это тоже, кстати, мессендж, с которым шел Байден и Харрис на выбор. Ну, и что еще важно, Байден выступил в заявлении по случаю национального месяца наследия иммигрантов. Да, вот прямо вместе с Камалой и Харрис. И, ну, понятное дело, что большая часть речи бессмысленно повторять. Это обычная вода политическая, в которой нет никакой фактологии. Но, в частности, вот, ну, ладно, хорошо, что-нибудь-то повторим. В каждом поколении на протяжении всей нашей истории одна волна иммигрантов за другой обогащала нашу нацию, делала нас лучше и сильнее, укрепляя наш новаторский дух и наше процветание. Ну, и также после особенно сложного периода омраченного как пандемии COVID-19, так и слишком частой демонизации иммигрантов, крайне важно, чтобы наша нация задумалась о лидерстве, стойкости и смелости, которые проявили целые поколения иммигрантских сообществ и восстановила приверженность нашему гостеприимному духу. Об этом вот, в частности, заявил Байден. Означает ли вот такая речь, намек на какие-то системные действия, в частности, пересмотр миграционного законодательства? Мы знаем о новой инициативе, новой старой, по масштабной легализации большого количества людей в США. Пока мы не знаем, но, по-первой, все-таки история с COVID-19 задормозила эти планы. Республиканцы не очень согласны в законодательных органах голосовать за этот пакет мер. А с другой стороны, мы понимаем, что демократы рассчитывают на этих людей как на будущие голоса, а голоса, которые не могут проголосовать, они не нужны, поэтому битва за закон, на который, вероятно, намекнули даже в этой речи, она, конечно, будет продолжаться. Переходим к следующей части «Пульса дня». Китай пересмотрел свою демографическую политику. Продолжим через пару минут.